Путин рассказал о будущем русского севера, глобальных угрозах и ответных шагах России Политика Россия 19.35, 9 апреля 2019 года Чтобы Арктика не превратилась в Крым, а Крым в пустыню Путин рассказал о будущем русского севера, глобальных угрозах и ответных шагах России Фото, Владимир Исаченков, AP Президент России Владимир Путин во вторник, 9 апреля, выступил на международном форуме Арктика территория диалога Вместе с представителями Финляндии, Швеции и других стран он собирался рассказать о развитии арктических территорий стран и льготах для инвесторов, крупных инфраструктурных проектах и экологии Но, как обычно, ему также пришлось отвечать на вопросы про Трампа, санкции Крым Цитаты из 12 стульев, гора родила мышь и другие главные высказывания президента в материале ленты.ру Часть арктическая О стратегии развития Арктики Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского О льготах для северных инвесторов Правительству России здесь я уже обращаюсь к своим коллегам вместе с экспертами Представителями бизнеса уже дано поручение разработать проект специального федерального закона об особой системе преференции для инвесторов арктической зоны И прошу провести эту работу оперативно, с тем, чтобы закон был принят Государственной Думой Российской Федерации уже в осеннюю сессию Фото, Дмитрий Ловецкий, А.П. об арктической инфраструктуре Среди ключевых инфраструктурных проектов строительства северного широтного хода Это железнодорожная магистраль, которая позволит приступить к эффективному освоению природных богатств полярного Урала и Ямала А в перспективе северо-красноярского края Российской Федерации И конечно, продолжим работу по развитию глобального транспортного коридора, включающего Северный морской путь, который будет действовать бесперебойно и круглогодично О генеральной уборке в Арктике Вот уже несколько лет мы ведем так называемую генеральную уборку арктических территорий Начиная с 2012 года вывезено и утилизировано более 80 тысяч тонн отходов В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Чистая страна» будет ликвидирована 6 крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии Фото, Илья Тимин, Рия Новости Об оттепеле В Арктике идет оттепель, это правда, причем оттепель в изменении температуры В Арктике она идет более быстрыми темпами, чем в целом на планете В 4 раза, представляете? То есть температура в Арктике повышается в 4 раза быстрее, чем на планете в целом Это, конечно, тревожная тенденция Фото, Валерия Мельников, Рия Новости Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море Об Арктическом флоте России Сейчас в Петербурге строится три новых атомных ледокола Арктика, Сибирь и Урал Всего же к 2035 году Арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, в том числе 9 атомных Задача сделать Северный морской путь, СМП, безопасным и выгодным для грузоотправителей Привлекательным как по качеству услуг, так и по цене В частности, конкурентной и обоснованной должна быть плата за ледокольное сопровождение судов Государство потому и вкладывает средства в эту сферу, чтобы минимизировать тарифную нагрузку на перевозчиков, на бизнес Часть политическая О санкциях Что касается санкционного давления мешает или нет Отчасти мешает, но не критическим образом Даже в известной степени это подталкивает нас к тому, чтобы самим активно развивать собственные технологии О том, что лучше бы без них Лучше бы без всяких ограничений, которые искажают рынок, искажают мировую торговлю, ведут к замедлению темпов роста мировой экономики Лучше без этого обойтись Но реализация российских планов освоения минеральных ресурсов, вообще просто развитию, это, санкции, не помешает О том, от чего зависит будущее России, не от санкций Будущее России не зависит от санкций Будущее России зависит только от нас От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему Насколько она будет демократичней Насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества Креативную энергию наших граждан Редактор субтитров А.Семкин